Трепещите, друзья, усилитель Тимати приехал на обзор. Но если серьезно, то у меня сегодня в гостях Blackstar GT20 и моя любимая рубрика за 500. Люблю челленджи. Поехали. Друзья, перед тем, как продолжить, конечно, хочу сказать спасибо вам за то, что вы поддержали прошлый выпуск, а именно новый формат в формате подкаста про гитары Кирка и переезд SP в Америку. Он очень быстро набрал 500 лайков, и мне не из-за цифры, конечно, приятно, а из-за того, что вы реально услышали меня и поддержали. Я вижу фидбэк и буду стараться для вас еще больше. И, конечно, вот мое кривое сердечко, как и обещал. Ну и с этим обзором то же самое. Как только он наберет 500 лайков, я сразу же запускаю в производство следующий ролик. С английской компанией Blackstar я давно уже знаком. Компания родилась в 2007-м выходцами из Marshall. Сразу видно по дизайну. Легендарные, плекси и вообще винтажные усилители Marshall. Когда я в магазине выбирал среди нескольких комбиков, мой взор сразу пал именно на Blackstar. Это, кстати, было, по-моему, в 2011-м или 2010-м. Я тогда смотрел, рядышком был тоже Engel, в то время начали выходить эти гибридные модели. Был Marshall Slash и данная модель. И черт! Среди вообще бюджетных усилков мало какие усилки могли завладеть моим вниманием. В первую очередь, внешностью. Играет музыка. У меня дома тогда был Marshall, GSM-900. Немойно так получилось. Мы записывали его, гуляли. И я сразу посмотрел на этот комбик и подумал, а какого хрена Blackstar, комбик, который в два раза дешевле, выглядит круче. А именно качество исполнения Толикса. Защита тут по бокам и все мелочи, которых ты так через камеру не передашь. И когда впоследствии я приобрел свой первый комбик из этой серии HT, только пятерку, когда это еще была такая первая самая версия, там динамик был не до 12 дюймов, без реверба и так далее, мне понравилось то, что у него достаточно ровный звук. Разного рода усилители, особенно в бюджетном рынке, они очень сильно давят на компромиссы. Какие-то типа Богнеры и подобные заточены только под low gain, и там они себя хорошо чувствуют. Какие-то, как например Рэндалл, РД, Диабло, кажется, заточены под дисторкшен и под яд. А Маршалл, Слэша, слава богу, что я его не покупал, потому что это, конечно, неплохой усилитель, но на него такой оверпрайс тогда был. Это просто жесть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здесь два канала. И первый канал, чистый, обладает только двумя ручками, громкость и тон, что позволяет сделать ярче, глуше. Все, по сути, ничего больше. И это, с одной стороны, огромнейший минус. То есть мы не можем нарудить эквалайзер и все остальное. С другой стороны, честно признаюсь, контроль на секции овердрайва мне гораздо важнее. Я прекрасно понимаю, что в данный, например, формат нельзя уместить все. И если бы я выбирал, если бы я, грубо говоря, делал свой кастомный комбик, я бы сделал ровно так же. Рассматривая второй канал более подробно, это в первую очередь ручка гейна, ручка громкости канала, конечно же, есть трехполосный эквалайзер. Но, кроме него, есть интересная технология, которая называется ISF, которую разработала Blackstar. Вообще, нам нужно сказать, что Blackstar одна из первых компаний, которая вообще вышла на рынок с гибридными усилителями. И первая компания, которая бахнула и закупила все патенты. И среди этих патентов была технология, точнее, ISF, которая позволяет тебе получить от американского звука до британского звука. Конечно, с большего это маркетинговый ход. По факту, я могу сказать, что эта ручка не эквалайзер и не прессенс, как на больших усилителей. Я бы сказал, что это ручка глубины. Потому что от того, как ты ее крутишь, действительно меняется характер звука. Если я, например, врубаю J600 на ежах, повторюсь, бахваю риф в Slayer Reaxidus, ручка, напоминаю, в американском режиме, то я действительно слышу почек, слышу больше ярких частот. Но при этом сам эквалайзер у меня выставлен, ну вот если для Гарри Холда, то можно вот как-то так сделать. Обрезаем еще середину и играем трешик. И я получаю этот звук. Хочу более раннее звучание, там, трешика 80-х, там, Rides Lighting хочу, да. Бахаю его на... Я, на самом деле, всегда посередине держу его. Еще один такой лайфхак вдруг понадобится. То где-нибудь вот так вот и вот так вот. И получается Rides Lighting. Особенно, если у тебя гитара на ежах. Если не на ежах, то, конечно, можно уже середину чуть-чуть прибавить, либо, наоборот, больше убрать. Зависит от того, какая гитара, какие звукосниматели. Но я надеюсь, мысль вы поняли. Гуляться можно. Ой, пипец как. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова И ведь говоря о комбике, я никак не могу пройти мимо именно динамика, потому что именно его вы слышите. И этот параметр очень важен. Поэтому я рекомендую обязательно, когда вы выбираете себе усилитель, обратите внимание на то, что там стоит. Потому что порой можно попасть на очень плохую историю. Сзади у нас находится тоже ряд интересных выходов. Футсвич. Сейчас, конечно, о всех уже комбиках футсвич. А тогда, поверьте мне, наличие переключателя, каналов, это был подарок. Это был подарок. Дальше у нас идет просто самое важное... Два самых важных выхода в этом усилителе. А именно петля разрыва. И это то, что делает любой усилитель профессиональным. Подробнее. При наличии петли эффектов, вы можете кардинально поменять звук усилителя. И тут опять же нужно вспомнить, что если очаха неровная, то менять будет сложнее. Ну, имха только если, конечно же, это не мысль автора. Потому что если вы хотите, то это уже совсем другая история. Автор всегда прав. Например, если вы в будущем захотели получить звук Ван Халлена. Без цепочки разрыва вообще никак. Потому что Ван Халлен в разрыв кидает и дилей, и фленджер. Хотя у него один фленджер в разрыве, другой не в разрыве. Но это, правда, Ван Халлен. Если, например, в будущем вы захотите бахнуть сюда дисторкшн. Я в свое время тоже баловался с педалбордом. Подключал сюда. Подключал... Как это называлось? Это модель. Кетнер. Немецкий преамп такой здоровый. Я фоточку найду, закину. Тоже подключал его. И полноценно просто ты меняешь характер звучания. Ты получаешь звук, как у Mesa, если купил преамп, который сделан либо на лампах. Но это уж совсем ламповый преамп покупать. На 6L6 или как они там называются. Я обычно так сильно не запаривался. Хотя один ламповый у меня преамп был. Но если, например, это преамп, который сделан по схеме, примерно как у Mesa Rectifier. Ты реально можешь получить здесь этот звук. Это очень классно. Не говоря уже про то, что с цепочкой разрыва можно вытворять что угодно. Просто что угодно. Играет музыка. И само собой, я не просто так называю данный усилок еще и профессиональным. Если вы смотрели мой ролик с бэкдрафта, вы заметили, что там стоял именно такой же усилок. Не просто так. До него там стоял Marshall, GSM 900, если я ничего не путаю, или 2000-й. По-моему 2000-й. Полноценный стэк, все как надо. Но его было много. Несмотря на то, что зал был рассчитан на 500-600 человек, такую махину ставить бессмысленно. Мы подзвучивали этот комбик, и он радовал всех. Плюс ко всему, музыканты в основном приходили со своими примочками, и им очень долго нужно было доказывать, что люди, как бы это меса синглоректа верб. Убери свой металлзон! Следующий выход также, в принципе, может быть полезен. Это выход, который эмулирует звучание кабинета. Само собой, чтобы снимать звук, использовать при этом капсим и так далее, для этого нужно покупать специальное оборудование, да, которое подключается уже в другую секцию. И это оборудование стоит, как этот комбик. Но наличие этого выхода позволяет вам, позволяет вам работать с двумя кейсами. Скажем так, первый кейс. Если вам нужно записать какую-то простенькую демочку, или какой-то рефачок напрямую, да, потому что снимать дома динамик, кабинет, это просто, это ужасно. Я вот сейчас, например, мучаюсь, уверен, на постобработке этого ролика я буду слушать и такой, ой, мать, столько эхо, столько всего, как записать? Как записать? Это ужасно. Поэтому, конечно, выход не заменит хороший капсим, но в таких кейсах можно использовать. И второй, конечно же, второй, конечно, вариант использования здесь будет, это какая-то история, где вам нужно комбик взять с собой и где-то поиграть. Это может быть и выпускной, это может быть ковербенд и так далее. Площадка, где нет хороших комбарей. Каждая вторая. И здесь есть два варианта. Первый. Вы можете отключить родной динамик и подключить к кабинету, только учитывая, конечно, номинал ОМА. Либо подключиться напрямую, если нет даже шура рядом. И вот однажды была такая ситуация, сломался микрофон, при том хороший микрофон, и нужно было как-то подзвучить комбик. А еще как бы был, скажем так, важный вечер. И мы использовали выкат, который эмулирует кабинет, подключили в пульт. Благо, у звукаря были руки из правильного места, и он смог правильно все это обработать и вписать в микс. И в итоге никто ничего не заметил. И звук реально был вменяемый. Музыка. 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 Ну и как и всегда хочу сказать спасибо вам за просмотр. Если вам понравился данный ролик, вы знаете, что делать. Как только он уберет 500 лайков, я сразу запущу следующий. Надеюсь, я с своей задачей справился и рассказал вам о действительно интересном комбике. Если есть возможность, обязательно сходите в магазин, послушайте, составьте свои впечатления, это очень важно. Так, что еще? Что еще? Что еще? Часы, их нет на руке. Данный комбик можно купить в Amy Music. Пройти по ссылке внизу. Есть всегда фиксированная скидка для подписчиков. И также сейчас там тур стартует с 2 декабря Черная Пятница. На скидке также будет Гарри Холтон, кстати, последний. Ну, в смысле, G600. Вы поняли. И вроде все. Там много чего интересного. Проходите обязательно по ссылке. Вот. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok